Иисус Христа 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 что нас простили, но когда нам простит, это считаем великой несправедливостью. Слово Божие не обходит этот вопрос стороной и открывает нам решение на эту проблему. Первое место хотел бы с вами просчитать, это Ефесянам 4,32. Ефесянам, посланник Ефесянам 4,32. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Прощение виновных – это заповедь, обязательная к исполнению, но многие воспринимают ее как пожелание. Они считают, что в некоторых случаях просить – это значит показать свою слабость, показать свое унижение, но они не знают, что прощение – это одна из форм трудного духовного подвига и возможность проявить в своей жизни подражание Богу, как Бог прощал. Многие люди следуют своим убеждениям, своим пониманиям насчет прощения, а не библейским. Они говорят, я тебя прощаю, но ты ко мне не подходи. Я тебя прощаю, но со мной не разговаривай или руки мне не подавай. Руки мне не подавай. Одна сестра больная говорила, пока я больная, я тебя прощаю, но когда я стану здоровой, учти, я тебя не прощу. Есть другие, которые также говорят, я тебя не прощу, ты ко мне не подходи, вообще на меня не смотри. Я тебя прощаю, но между нами ничего общего не будет. Прощение, знаете, это чудесное слово. Сколько неприятностей, сколько неприятностей возможно было бы избежать, если все бы верующие люди имели прощать, так как Христос прощал. Царь Давид молил Бога о прощении в своих псалмах, это в псалм 54 написано, «Многократно омой меня, омой от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Псалом 31, 1, 2. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Мы все несовершенны, поэтому не можем прожить и дня без прощения. То, что Иисус Христос совершил на Голгофе, является основанием, фундаментом для прощения ближних. Билли Грэм в своей книге говорил, интересный отрывок, я прочитаю, «Божье прощение – неформальность. Прощая, Он начисто стирает все наши ошибки и провинности прошлого, настоящего и будущего. Но делает Он это лишь потому, что на кресте Иисус Христос уже расплатился за наши грехи. И только когда мы в покаянии склоняемся у подножия креста, только тогда мы сможем получить Божье прощение». Перед распятием Иисуса Христа предали, предал Его ученик Иуда. Христос был несправедливо обвинен, осужден начальниками своего народа. Вся несправедливость и зло этого мира обрушилось на Него. Над Ним насмехались, били. Христос – главный пример, источник прощения. Христос простил тех, кто причинял Ему боль и страдания. Хотел бы с вами рассмотреть три причины, почему мы с вами, христиане, христиане нашего времени, должны прощать другим людям. Первое – прощать ради себя. Божье прощение для меня зависит настолько, насколько я прощаю другого человека. Давайте мы с вами прочитаем отрывок из Священного Писания. Матфея, 6 глава, с 9 по 15 стихи. Матфея 6, 9, 15. Это молитва «Отче наш». Молитесь же так, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущий дай нам на сей день, и прости, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Прощаю ближнего ради себя самого. Молитва «Отче наш», люди, христиане, молятся годами, десятилетиями. Но прощают ли на самом деле христиане? Они говорят в молитве следующие слова «Прости нам!» «Прости нам, как и мы прощаем!» Другими словами мы можем так сказать, мы говорим Богу «Прости мне столько, сколько я прощаю другому человеку!» «Если я прощаю, прости мне!» «Если я не прощаю другого человека, не прощай и мне!» Мы порой забываем, что Бог во Христе простил нам очень много и за всю свою жизнь, за всю свою жизнь мы даже не можем заработать чуточку, хоть немного Божьего прощения. Марка 11, 25-26 написано, подтверждает это тоже, это отрывок. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имейте на кого. Дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши». Когда человек принес нам боль и обиду и горечь, говорит «Прости мне!» «Прости мне, я сожалею о содеянном!» Достаточно ли этих слов, чтобы простить? Порой признание вины – это достаточно. Но во многих случаях эти слова, они не могут перекрыть, они не могут закрыть той боли, которую нам причинили. Но Господь Иисусу не говорил, Он не учил так, если вам много причинили зла или вас сильно обидели, не прощайте. Он так не говорил. Он говорил, что мы должны прощать, если мы сами хотим быть прощены. Обижались ли мы на водителя, который подрезал нас на дороге? Обижались ли мы на того человека, который нас осудил, оклеветал несправедливо, или который нам поставил подножку, или что-то сделал нам какую-то пакость? Обижаемся ли мы на таких людей? Мы можем все равно сделать выбор своей жизни и простить этого человека, даже если он к нам не подойдет и не попросит прощения. Мы можем отпустить, можем простить, но мы можем эту обиду сохранить в своем сердце. И эта обида принесет другие плоды. Бог сильно и справедливо спрашивает тех, кто не прощает. Почему? Давайте мы с вами рассмотрим одну притчу, записанную в Евангелии от Матфея. Мы увидим, почему Бог так серьезно относится к вопросу прощения. Матфея, 18 глава, мы прочитаем буквально несколько стихов, потом продолжим. 18, 21, 22. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до семи же до семидесяти раз. Дальше Иисус приводит в пример притчу, чтобы стало ясно для всего народа. И мы прочитаем дальше эту притчу с 23 стиха ниже. Посему царство небесное подобно царю, который захотел считаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Государь в этом примере имел три варианта, как он мог поступить с этим человеком. Первый – это самый справедливый поступок, который оправдывался законом того времени. Он мог его продать, продать все, что у него было одному владельцу, продать его самому другому владельцу, продать его жену третьему и его детей четвертому. Тем самым, все, что у него было, оно разрушилось, и все семейное счастье, оно просто ушло. Все, над чем трудился, больше не стало. Но это было законно, и господин в этой притче так не сделал. Так же мы сами с вами можем в нашей жизни говорить, уйди от меня. Я тебя никогда не прощу, ты мне много обиды пронес. Ко мне даже не приближайся. Но, как мы христиане, мы не должны так делать. Второй вариант, что мог сделать господин, что было его в власти, это удовлетворить просьбу этого человека, проделить ему срок. Он мог ему дать месяц, два, шесть, может год, два, пять. Дать ему срок. Так же мы с вами можем говорить, ты меня обидел, но может быть, когда-то, когда, может быть, что-то станет лучше у меня, я тебя прощу когда-то, но я не знаю, если я тебя прощу. И третий вариант, что господин сделал, глядя на того человека, который склонился у него ног и просил его милости, господин говорил, дело твое закрыто. Долг, который ты мне должен, я тебе прощаю. Так и мы с вами тоже можем так поступать. Ты меня обидел, но несмотря на столько, сколько ты мне обиды пронес, я тебя прощаю. Вторая причина, почему мы должны прощать другим людям, это дать им шанс. Шанс, чтобы исправиться. Когда блудный сын из притчи, которую Иисус Христос говорил, сидел у свиных корыт, он думал, он понимал все, что он совершил в своей жизни, что он совершил роковую ошибку. Блудный сын никогда не мог предположить, что отец его, когда он вернется, поступит так, как он поступил. Иисус точно знает, как Отец Небесный относится к кающемуся человеку, который приходит с раскаянием. Иисус точно, точно в этой притче передавал состояние отцовского сердца, как Бог принимал и принимает грешника. Потому, когда блудный сын не похож на себя, может быть, без обуви, грязный, заросший, приближался к владениям своего отца, первое, что он допускал в своей голове, он, может быть, думал об этом, что, может быть, так и будет, выйдут все его подчиненные, подчиненные своего отца, все слуги, все дворовые, всеслужащие выйдет сам отец и скажет, уйди с глаз моих, уйди, долой от меня. Он предполагал, что, может быть, так случится. И блудный сын знал, что отец был бы прав, ведь сын сделал роковую ошибку, потратил все имение, которое отец дал, его часть. Второе, на что сын рассчитывал, хотя бы малейшую долю от процента, на что он рассчитывал, он заранее приготовил речь. Этот сын, он и шел просить шанс. Этот сын, он и шел просить прощения. Насколько он сожалел о содеянном, на что он натворил в своей жизни. Если только отец даст мне шанс, я докажу, что я сожалею, что я исправлюсь, что я скорблюсь, что безрассудно поступил, я шанс этот не потеряю. Видя своего отца, он начал эту речь, говоря, отче, согрешил я против неба и против тебя и перед тобою. Прости, прими меня, но только прими, не в числе сынов, но в числе наемников, не сыном. Дай мне возможность доказать, доказать. Отец его, как мы знаем, вообще его не слушал. Отец вышел, увидев своего сына, он вышел, бежал, бежал к своему сыну, пал на шею и целовал. Отец совершенно не слышал о том, о чем сын его просил. Первое, что сказал, «Отец, лучшую одежду, лучшую одежду и перстень. Несите ему перстень, несите ему, оденьте на него». В богатых семьях перстень являлся, можно так сказать, обрядом инициации. Те, у кого было кольцо, имели власть, имели власть в доме. Они могли продавать, они могли покупать, они могли строить, разрушать, они могли все делать. У них был статус. «Отденьте перстень, готовьте пир». Сын вернулся, и мы будем радоваться. А сын просил шанса, и отец помиловал его. Возвращаясь к истории, которую мы читали с господином и до которой он простил, давайте мы прочитаем продолжение этого рассказа. Это Матфея, 18, 28 стиха и ниже. «Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, дай мне, что должен. Тогда товарищ упал к ногам его и умолял его, и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе». Сто динариев, сто динариев в то время было это заработная оплата одного человека за один день. Десять тысяч талантов, в других переводах сказано, что это неисчислимое число, это его невозможно перевести в наши деньги. Столько много должен был этот человек господину. Нет, чтобы порадоваться вместе, сказав, «Дорогой, то, что ты мне должен, я прощаю тебе, мне мой долг простили, и я прощаю тебе, давай забудем, давай будем радоваться вместе». Мы видим другую картину. Что происходит? Что просит кающийся человек? Шанс, возможность доказать свое действительное покаяние. Из 30 стиха мы дальше читаем. «Но тот не захотел, а посадил его в темницу, пока не отдаст долгам». 31. «Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и придя рассказали государю своему все бывшее, когда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата, своему согрешению его». Знаете, люди видят все, особенно в наше время. Люди знают все. «Спроси любые новости, люди тебе скажут, как тот человек себе ведет. Тебе тоже скажут». Знаете, когда человек кается и просит у Бога прощения, это чудесно, это прекрасно. Но бывает, что после покаяния этот человек идет и делает какие-то нехорошие вещи, может, обижает других, и сам других не прощает. И люди, видя это, они идут и молятся Богу, и к Богу возносятся молитвы боли и огорчения. И мы видим результат того, раба отдали, пока он не отдаст всего долга. Третья причина, почему мы прощаем и должны прощать, это ради Бога. Если твоя рана очень велика и неисцелима, подумаем вместе с вами, какие раны, какие раны мы причинили своими грехами Иисусу Христу. Своими грехами мы обезобразили его лик, его тело. И он все равно, все равно, будучи на кресте, он молился, «Прости им! Прости им, ибо они знают, что делают». И Отец Небесный смотрел на этих людей через Иисуса, через Ходатая. Другой пример мы знаем, когда побивали Стефана, мученика, камнями. Последние слова, которые Стефан сказал, «Отец, не вмини им греха сего». Эти люди, которые убивали его, кидали в него камни, они, может быть, еще и долго жили. У них были еще дети, может, они заботились о своем доме, о своих, может быть, животных. У них были еще внуки. И даже не знали, что гнев Божий не разразился на них всего лишь из-за того, что кто-то за них помолился. Когда Лот бежал из Содома, он просил бежать в город Сегор. Сегор, он также был в плане Божьем, чтобы его уничтожить. Но Лот, он просил Бога, «Можно я туда пойду? Я побегу в город Сегор». И Бог сказал, «По твоей просьбе, по твоей просьбе я тебе это сделаю». Когда он пришел в город Сегор, он даже туда не зашел. Он побежал, он вошел в пещеру, он не выходил в город, потому что он боялся. Никто в Сегоре даже и не знал, и не предполагал. Они проснулись, грешили, все делали, что они и делали до этого, но они не знали, что по молитве праведника они еще остались живы». Второзаконие, 15 глава, 1 и 2 стихи мы прочитаем. «В седьмой год делай прощение». «Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа». Как можно предотвратить непрощение? Тоже три пункта. Первое. Храни свое сердце. Павел в своем послании к евреям в 12 главе в 15 стихе говорит «Наблюдайте, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, каждый день человек сталкивается с какими-то событиями, сталкивается с какими-то проблемами, и этот человек может проследить свои жизни, дает ли он место этому горькому корню войти в его сердце и пустить корни, или он просто отсекает и говорит «Нет, обиди, нет, горечи, нет места этому горькому корню». мы не можем контролировать, что делают другие люди, но Бог возлагает на нас ответственность, чтобы мы контролировали то, что мы можем, это внутри нас, ту внутреннюю часть, которую мы можем контролировать. по какой причине сорняки размножаются по всему саду, где все цветы растут. Это происходит, потому что садовник, он недостаточно заботился об этом участке, где растут эти цветы. Этот садовник, он не может сказать «А я не знаю, почему сорняки эти появились». Я не знаю. Ответ «Он недостаточно наблюдал». И когда появились эти небольшие сорняки, он не сделал того, что он должен было сделать, он не выдернул их, он просто их оставил. Единственный способ освободиться от сорняков, которые враг хочет посеять нашу жизнь, это вырвать и быть внимательным к нашему сердцу, попросить Бога помочь. Боже, помоги мне, я порой бессилен, бессилен противостоять этой обиде, этой ссоры, может быть. Интересный, известный стих мы знаем, притчи 4, 23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Второе, прости ради своего же блага, прощая взаимно, как и Христос простил вас, так и вы. Колоссянам 3, 13. Непрощение приносит самый большой вред, самый большой вред не обидчику, а нам. Делая выбор, держать обиду в своем сердце и страдать, делаем мы. Обида будет отравлять, отравлять и приносить вред каждой сфере нашей жизни. В результате такой человек очень несчастен, несчастен, сердце становится черствым. Господь не желает видеть нас в таком состоянии. Была одна сестра, она подходила, подошла к одному присвитеру, говорит, «Я больше так не могу, я больше так не могу, что происходит в моей жизни?» А он начал с ней беседовать. Оказывается, когда-то давно она не простила одного человека, она держала этого ввиду все эти годы. Она была в служении, она служила, она пела, она делала добро, но со временем она остановила все, можно сказать, сжатий, сокрытие, она ни с кем перестала, она не говорила ни с кем, ни с кем не общалась, она стала одиночкой. Говорит, «Я не знаю, мне стало страшно, что со мной начало происходить?» И в этой беседе пастор ей говорит, «Прости этого человека». И когда она начала изучать слово, молиться день за днем, это обидно, она ушла, она ушла, и этот человек, эта женщина, она изменилась, и вид лица изменился. Последнее – это «Ходи в прощение, блаженны, милостивы, ибо они помилованы будут». Матфея 5, 7. После покушения на президента Америки Рональда Рейгана в 1981 году, его дочь Петти Дэвис сказала, «На следующий день мой отец сказал, что он знал, что его физическое исцеление напрямую зависело от способности простить Джона Хинкли». Это Джона Хинкли, кто в него выстрелил. Показывая мне, что прощение – это ключ ко всему, в том числе к физическому здоровью, к физическому исцелению. И Рональд Рейган говорит, его дочь сказала, что «мой папа дал мне пример такого мышления, какое было у Христа». Возможно, твои раны очень уже старые. Плохое отношение родителей, измена, рухнувшие, может, бизнес или дело, или работ нету. Или, может, эти раны еще сильно-сильно свежие. Непонятная ссора, обида, обман, несправедливость, осквернение, оскорбление, обида позволяет всему, что у тебя есть, разрушить тебя до конца. Она поддерживает огонь внутри тебя. А вот, я помню, что было 10 лет назад, ты меня обидел. Раздувает пламя и повторяет боль. Принесет ли обида облегчение? Как все прекрасно в прощении. Как все прекрасно, когда мы понимаем смысл этого прощения, когда мы смотрим на вещи правильно. если рана твоя велика, то ты не сможешь просить другому человеку, этот человек сильно больно сделал тебе. Дорогой друг, давайте я и мы вместе с вами посмотрим на Иисуса распятого за твои мои грехи. Это не римляне издевались, это не римляне причиняли боль, это мы, это мы с вами, это грех, который мы делали. ты не можешь просить человеку напрасно, прощение принесет освобождение. В одной церкви есть одна женщина, она подошла к другой и говорит, а ты знаешь, а ты знаешь, я уже семь лет, семь лет на тебя обижаюсь. Друзья, как мы можем не прощать, не простить другому человеку, когда Христос, лик и тело которого было обезображено, на кресте сказал, прости им, прости им, ради Бога, который простил меня, я прощаю тебя, не важно, сколько сделал ты мне обиды, сколько сделал зла, не важно, сколько ты мне должен, ради Бога, я прощаю тебя, Бог простил все тебе и мне, дорогой друг, не жили наша цена этого прощения так велика, это поможет нам Бог, чтобы в нашем сердце не было не прощения, это прощение, которое Бог подарил нам, оно принесет нам освобождение, на богослови всех вас Господь, аминь, давайте помолимся. неожиданно, они неожиданно, это Продолжение следует... Мой Отец Небесный, вместе с народом Твоим, благодарен Тебе за это время, которое мы имеем сейчас, склонившись в ног Твоих, круг Слова Твоих, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты на кресте простил всем нам грехи наши, Господи. Ты их никогда больше не вспоминаешь, Господь. И в нашей жизни, глядя на Тебя как пример, помоги нам всегда прощать ближних своих, кто нас окружает, кто нам боль причиняет. Помоги прощать, Господь, потому что это и нам принесет исцеление, Господь, свободу и освобождение. Мы порой как люди малосильные, но с Тобой, Господь, с Твоей силой мы можем все преодолеть в нашей жизни. Помоги нам, Господь, прощать, давая другим людям шанс прощать ради Тебя, Господь, ходить в прощении. И всегда взирая Тебя как на начальника и совершителя веры, Господь. Прошу Тебя, мы так в Тебе нуждаемся, в Твоей силе, в Тебе, Господь. Помоги всегда молиться Тебе, Господь, дорожа всеми временем и возможностями, которые мы имеем в нашей жизни. Прими благодарность за Тебе, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Добро пожаловать в Тебе! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 славе 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 за его величие красоту святе славе славе кто поставил солнце чтобы травить лед славе 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 а а и а а а Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok All is enough for me Слава Богу! DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok 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 24 глава, прочитаем с 13 стиха. Иван Леотлуки, 24 глава, с 13 стиха. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60-е Иерусалима, называемое Эмаус. И разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове перед Богом и всем народом, как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. И некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело Его. И придя, сказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как женщины говорили, но Его не видели. Тогда Он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, которое шли, и Он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, они узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов, бывших с ними. Говорят, что пару веков назад великий английский и немецкий композитор Йозеф Гендель в Лондоне написал свое великое произведение «Мессию». И когда впервые исполнял хор это произведение «Аллилуйя, Мессию», то сам король встал со свитой своей. И с тех пор, вот до сегодняшнего дня, когда звучит это великое произведение «Оратория Мессия», люди встают. К чему я это говорю? Спасибо, друзья, вы спели замечательную песню, и мне даже хотелось встать. Пусть Бог благословит вас. Мне впечатлило. Слава Богу, братья и сестры. Друзья мои, я хочу сегодня говорить о чудесном событии, которое мы прочитали. Это событие называется в Библии «Хождение в Эмаус». И я хотел бы, чтобы мы вместе с вами, я и вы, могли извлечь уроки из этого чудесного путешествия нашего Господа Иисуса Христа. Я знаю, что вы уже научились, и вам понравилось путешествовать, да? Я даже слышал, что некоторые из вас уже Эрви купили, да? Американцы очень любят путешествовать. Я думаю, что это к вам тоже придет к нам. Я хотел бы, чтобы мы сегодня отправились в путешествие в Эмаус вместе с нашим Господом Иисусом Христом. Помните, апостол Петр говорил, что он дал нам пример, чтобы мы шли по следам Его. И сегодня мы пройдем по этим следам Христа, послушаем и извлечем уроки для себя, потому что все, что делал Иисус, что Он сказал, что, куда Он ходил, есть чудесные уроки, уроки для нас. Двое из учеников в воскресенье, послушайте, в воскресенье, когда воскрес Христос, но они не поверили в это, они решили уйти из Иерусалима и пойти в город Эмаус. Писание говорит, что одного звали Клеопа, а второго, библейские исследователи говорят, что звали Лука. Он своими словами или своими глазами все это видел, прочувствовал. Я верю в эту теорию. Мы доподлинно не знаем, но есть такое предположение. И вы знаете, в Писании всегда, когда идет речь о том, чтобы идти в Иерусалим, стоит слово восхождение. Никогда в Библии не сказано идти в Иерусалим. Слово переводится как восхождение. Помните, даже была группа псалмов, которые называются как? Псалмами восхождение. Потому что евреи так чтили Иерусалим, и вот это восхождение имело не только топографический смысл, потому что Иерусалим действительно был на горах, на горах был основан, и храм стоял на горе. Здесь шла речь вот о духовном подъеме, о приближении к Господу, к святыне Божию, поэтому они всегда восходили в Иерусалим. Но когда шла речь о том, чтобы идти из Иерусалима, знаете, какой глагол стоит? Опускаться. Друзья мои, эти двое учеников опускались. Знаете, почему? Потому что они переживали духовный кризис. Они не верили, что Иисус воскрес из мертвых. У них пропала надежда, помните? А мы надеялись было, что Он есть Мессия. И, конечно, если предмет их любви умер, о какой любви может идти речь? Помните, апостол Павел говорит, что «а ныне прибывают сии три». Три самые главные христианские добродетели. Какие? Вера, надежда и любовь. И они переживали такой страшный кризис, кризис веры, кризис надежды и кризис любви. И уходили из Иерусалима. Уходили, можно сказать, от Бога, от храма, от славы Божьей в Эмаус. Пару слов о городе Эмаус. Этот город известен тем, что там были горячие источники. И сама этимология, значение этого слова происходит от реческого слова «хамма», что и означает «горячая вода», «горячие источники». Некоторые исследователи говорят, что они шли в Эмаус, потому что один из учеников Клеопа был родом с Эмауса. Но есть еще одна версия. Знаете, они шли в Эмаус просто как в санаторий. Просто погреться, просто, знаете, развеять тоску. Помните, у русских такая пословица есть? Поеду в Москву разгонять тоску. И знаете, мне нравится эта версия. Мой брат Александр, родной брат старший, живет в Денвере. Когда он знал, что я приеду в гости, говорит, «Паша, Паша, приезжай, я тебе такой фан сделаю, такой фан сделаю, приезжаю, он открывает сейф и достает ружбайку, и говорит, пошли постреляем. Я говорю, Саня, какая стрелянына, я приехал, мы до сих пор Баха слушаем, всю эту канонаду, Саша, что ты придумал, что это потянуло наших на это оружие? Не знаю, я такие вещи не приветствую, но он понял, что он ошибся. И знаете, повез меня на горячие источники. В Колорадо, в Денвере, в горах. И знаете, мы там немножко релакс, немножко... Я говорю, ну, Саня, это другое дело. Я думаю, что ученики шли тоже просто отдохнуть, развеяться, потому что они в печали были и в тоске. Эта история важна. Вообще-то, 24 глава содержит 53 стиха. Друзья мои, 45% текста говорится именно об этой истории, о хождении в Аус. И Духу Святому Богу было угодно, чтобы эта история появилась на страницах Библии, потому что она важна. И в чем важность этой истории? И, смотрите, когда ученики... Кстати, это не были ученики из 12. Говорят, что это были двое учеников из 70. Помните, у Христа были 12 учеников, а потом у Него было еще сколько? 70 учеников. И вот говорят, что они были из этих 70 учеников. И смотрите, Христос, воскресший, победивший ад и смерть, пять часов своего драгоценного победного времени, пять часов своей Пасхи, воскресения Христова. Знаете, чему посвящает? Написано, что он приблизился к ним и пошел с ними в Эмаус. Знаете, это меня трогает. Это меня трогает. Вы знаете, что и сегодня люди уходят из Иерусалима в Эмаус, оставляют Церковь Божию, переживают кризис веры, уходят в мир. Как мы реагируем? Знаете, как Христос отреагировал? Он приблизился к ним. А мы машем рукой, быстренько отлучаем. Это пример для нас. Друзья мои, у нас такое случается, и у вас, думаю, что есть такая проблема. Вы знаете, я вырос в большой семье и страстно хотел получить высшее образование, стать врачом, медиком. Ну, хотел. Но так как папа был пресвитером крупной общины на востоке Украины, он уже в вечности, замечательный был у меня отец, и советская власть не давала верующим ребятам и девчатам получать высшее образование, потому что дьявол пытался принизить или сделать слабой интеллектуально евангельскую церковь в нашей стране, и не получилось у меня вот высшее образование получить. И однажды папа вот видел эту ситуацию, говорит, сыночек, иди как ты в шахту. И я 10 лет отработал в шахте на глубине 820 метров. Ну, я не жалею. Слава Богу, что потом получилось закончить семинарию и получить высшее образование. К чему я это говорю? И у нас родились дети, у меня есть жена Таня и двое деток, мальчик и девочка. И мы, конечно, очень стремились, чтобы они получили хорошее образование, высшее образование. Знаете, но, когда сын мой начал учиться в Донецком политехническом институте, мы увидели, что он испытывает кризис веры. Бывает такое. и у вас наблюдается, да? Если мальчики, девочки начинают учиться в университетах, часто этот поток информации как-то действует на их сердца, и они, знаете, о чем жалею? Мне было очень обидно, что мой сын переживает этот кризис веры. И вместо того, чтобы быть близкий к нему, я был холоден к нему, от него отдалился. Я об этом жалею. И спешу вас попросить, чтобы, если вы видите кого-то, кто уходит из Иерусалима в Маус, переживает кризис веры, не бросайте таковых. Сейчас ему стало немножко лучше, мы молимся, переживаем за него, потому что, знаете, нет больше радости, чем видеть, что дети твои ходят во сне. Уже ничего не радует. Я вот приехал в ваш благословенный город, Сакраменто, читал вашу местную, местные медиа, знаете, что я прочитал, что в городе Сакраменто 80 тысяч русскоязычных, в городе Сакраменто 80 евангельских церквей, ну, плюс-минус. В этих 80 евангельских церквей только 30 тысяч наших. Где 50 тысяч? Они ушли из Иерусалима в Маус. Может быть, они еще не пришли в Иерусалим. А кто станет близко к ним? Кто приблизится к ним? Иисус это сделал. Иисус пять часов под палящим солнцем Палестины был рядом с ними. Господи, дай мне такое сердце. Вы знаете, он задавал вопросы. О чем вы рассуждаете между собой? Друзья мои, если у кого-то всколыхнет сердце, вы начнете работать с теми брошенными, оставленными, ушедшими, вы знаете, нужно задавать вопросы. Потому что, когда человек видит, что вы интересуетесь его судьбой, его жизнью, его мировоззрением, он начнет открываться. И ученики, знаете, стали, начали рассказывать Иисусу все, что у них на сердце. Они начали рассказывать, и Христос слушал. И знаете, это удивительно, что Христос слушал пять часов, потому что тридцать километров приблизительно от Иерусалима до Умауса, он пять часов слушал их рассказы. Удивительно то, что он знал, то, что он слышал, он же Бог, он всемогущий. Однако, он смиренно выслушивал их. О чем вы рассуждаете, идя дорогою? И потом, почему ваши лица печальны? Друзья мои, когда человек переживает кризис веры, он тоже печален. И на это нам нужно обращать внимание. Видеть брата и сестру, почему ты печальны? Почему у тебя глаза грустные? Знаете, как нам не хватает вот такого простого общения, любви, уважения, даже когда человек колеблется, когда он переживает вот этот кризис веры. Знаете, наш Христос, написано, что он льна курящегося не угосил и трости надломленной не преломил. Господи, научи нас не бросать таковых, а быть с ними. и вы знаете, когда Христос приблизился к ним, написано, что у него глаза были удержаны. Знаете, Бог, он имеет власть над нашим телом, над нашими мозгами, сердцем, душой, и Бог так сделал, что они не узнали Христа. И знаете, я думал, рассуждал, молился, Господи, почему ты такую интересную операцию произвел, вот как-то закрыл у них глаза. Знаете, что я придумал? У меня есть друзья, которые занимаются служением для слепых или служением для слабовидящих. И вот, что они говорят. Если человек начинает терять зрение, чудесным, удивительным образом у них обостряется что? Слух. Вы знаете, вот милость Божия велика, и таким образом Бог как бы компенсирует их зрение очень острым слухом. И я думаю, здесь есть такой месседж, такой смысл, что Бог решил, что им важен слух, а не зрение. Бог решил, что отныне они не будут видеть Христа по плоти, и их вера будет от чего? От слышания. Знаете, как начинается исповедание веры евреев, иудеев? Шма Израэль. А кто знает, как переводится Шма Израэль? Слушай Израэль! А почему слушай Израэль? Потому что вера от чего? От слышания. И я верю, что Бог специально закрыл им глаза, чтобы они научились слушать, слушать Слово Божие, слушать Христа. И вы знаете, когда у Христа хватило терпения пять часов выслушивать их рассказы о том, что Христос и так знал, и когда они вылили всю свою душу, все свое расширение, всю свою печаль, всю свою трагедию, всю свою катастрофу веры и надежды. И знаете, когда уже там донышко появилось, тогда Господь им говорит, о, несмысленное и медлительное сердце, чтобы веровать всему, что написано, что предсказывали Моисей и пророки. Друзья мои, Моисей и пророки, это второе название Ветхого Завета, Библии, которая на тот момент была, Новый Завет еще не был написан. И знаете, тут есть тоже смысл, о, несмысленные, нам нужно принимать и думать, когда мы слышим, рассуждаем о Господе, чтобы наш мысль, наш интеллект работал, но также о, несмысленные и медлительные сердце. Сердце это наши эмоции, да, вот, что у нас их женщин достаточно, да. Друзья мои, вот, веру Христову, Слово Божие, нужно воспринимать и мозгами, и сердцем, о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы слышать или чтобы понимать, что сказано о Иисусе, Мессии, из всего Писания. И вы знаете, они приняли это обличение, это был диагноз, но так как Иисус был близок к ним, так как они видели, что он прошел с ними хороший кусок жизни, пять часов под палящим солнцем Палестины. Вы знаете, они приняли. И он в эти сердца открытые, в эти сердца, которые вот вылилось все вот это вот все их переживание, он начал говорить о себе из Писания, и они потом говорят, не горело ли у нас сердце. Друзья мои, я думаю, что Церковь Божия нуждается в людях, которые не бросают тех, которые переживают кризис веры, которые уходят из Иерусалима. Церковь Божия нуждается в тех, которые будут задавать вопросы, тех, кто будут интересоваться, почему у вас печаль, почему у вас грустные глаза. Церковь Божия нуждается в тех, которые будут говорить Слово Божие о Христе из Библии, потому что, когда человек слышит слово о Христе, слово Божие, что в нем начинает происходить? Вера возрождается, вера укрепляется, и он говорил им, кстати, из Ветхого Завета о себе, о Сыне Божьем, о Мессии. У меня есть хороший брат, мы вместе с ним учились в семинарии, его имя Алексей Еропкин, может быть, тот, кто из Краснодара знает такую фамилию, да? Он сейчас служит пресвитером одной из краснодарских церквей, и однажды он очень образованный, замечательный проповедник. И однажды его пригласили в Израиль, чтобы два года побыть на миссии в Израиль, потому что туда переехали наши русские евреи, и эти русские евреи, они открыты, они более открыты, чем те, которые там живут. И вы знаете, он, когда приехал в Израиль, увидел вот этих вот евреев, которые собирались, и он начинает им рассказывать о Христе из Евангелия, из Нового Завета, они не принимают. И ему было научиться говорить евреям о Христе только на основании Ветхого Завета. Оказывается, очень много информации о Христе из Ветхого Завета. И вы знаете, тогда они начали принимать. А уже когда они начали принимать о Христе из Ветхого Завета, он потом начал их учить о Христе из Нового Завета. И даже есть, кто интересуется этой тематикой, есть специальная даже книга «Христология Ветхого Завета», то есть учение о Христе на основании Ветхого Завета. И последнее, что я хочу сказать. Друзья мои, Христос приблизился. Христос задавал им вопрос. Он выслушивал их переживания. Христос обращал внимание на их эмоции. Почему? Печаль на их сердце. Христос говорил им в их сердца, в их уши. Говорил о себе. Друзья мои, когда мы видим человека, который колеблется в вере, нам нужно выслушать его, нам нужно сказать ему, говорить ему о Христе, Слово Божие, потому что оно проникает, и у человека возрождается вера, человек укрепляется в вере. Это же так просто. Однако мы иногда страчиваем в этом. И последнее. Знаете, Христос остался с ними кушать. Просто покушать. Просто посидеть. Вместе вкусить хлеб. И что там еще было до хлеба. Вы знаете, с такими людьми не бросать их нужно. А можно их пригласить в Старбакс. И кофейку попить. Домой к себе пригласить. На ужин. А мы иногда сторонимся. Да что ты тут ушел из церкви? Тебя там нет на собрании уже много. А Христос с ними кушал. Христос с ними шел. Христос их выслушал. И Христос сказал им о себе в их уши. И как вы думаете, был результат? Был. Их сердце загорелось верой. И более того, они развернулись. Они уже пришли в Имаус. Но они уже не остались там попариться на горячих источниках. Они развернулись. И куда пришли? В Иерусалим. Пришли на вечернее собрание Церкви Божьей. И там был Иисус. Друзья мои, я думаю, что Церкви Божьей нужно больше посвящать времени, ресурсов, наших талантов и способностей, чтобы не бросать наших, которые терпят кораблекрушение в вере, кризис веры, а учиться у Христа. Вот из этой истории. Приблизиться к ним. Не бросать их. А у нас же такая натура. Вот ты-то уже не такой. И вот мы такие белые, пушистые. Мы же верующие. Мы же регулярно приходим собрать. А вот вы вот не бываете. И у нас холодок какой-то получается. Господи, прости, Господи, помилуй. Меня эта история учит, чтобы обращать на это внимание. Не бросать. Даже тех, кто уходит из Иерусалима в Имаус. Приблизиться к ним. Выслушать их. Обратить внимание на их эмоции. Сказать им. Говорить. Говорить слово о Христе. Потому что слово Божие обладает уникальной силой Божией. Оно проникает туда, и оно возрождает веру. И их сердце загорелось. Вот этот лен курящийся, Господь воспламенел. И у них начали гореть сердца. И они обратились. Они развернулись. Они шли из Иерусалима в Имаус, а потом наоборот. Они из Имауса быстренько прибежали. Прибежали в Иерусалим. И были на собрании этой первой церкви. Где, кстати, тоже присутствовал Христос. И, кстати, когда они обедали вместе. Когда они вкушали хлеб. То Христос им открылся. И они увидели, что это был Господь Иисус. Но Он сразу исчез. Иисус, написано, что Он сразу стал невидим для них. Пусть Господь благословит всех нас. Пусть Господь благословит и нас, и вас. И у вас есть служение. Знаете, у меня есть друзья-пресвитеры, которые из наших краев. Они уже служители, проповедники хорошие. Они тоже переживают. Какое будущее славянских церквей здесь, в Америке. Как нам трудиться. Стоит там вводить англоязычные собрания или нет. Растворимся ли мы в этой культуре сильной, мощной. Друзья мои, я думаю, что если мы хотя бы обратим внимание на наших потерянных. Слава Богу, что 30 тысяч здесь. А кто будет работать с 50 тысячами наших здесь? В Саграме. А тот, кто будет работать, тот будет благословен. И если их возвратить к Господу. Они уже знают хорошо язык и культуру. Может быть, они станут теми Андреями, которые потом скажут Петру. И вырастут из них великие мужи Божии. Потому что не все так просто. Я тоже верю, что Господь допустил эту эмиграцию. Господь допустил, что вот множество наших родных и близких, у нас половина семьи уже живет здесь. Друзья мои, это все не так просто. И дай Бог, чтобы вот мы нашли наше предназначение в новой стране, в новой культуре, в новых условиях. Я верю, что Господь благословит нас. И пусть имя Господа будет благословенно и прославлено. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Отец наш Небесный. Великий, святой, праведный Господь. Бог Авраама, Исаака и Якова. И Отец Господа нашего Иисуса Христа. Господи, я благодарю Тебя, что Ты там, однажды на Небесном Совете, сказал Отец, вот я, пошли меня, когда мы лежали во грехах и беззакониях. Господи, Ты пришел на нашу грешную землю. Мы веруем в Тебя, Господи, что Ты родился в этот мир. Мы веруем, что однажды Ты взял этот крест на себя, и Ты понес по этой вело Долоросе, Господь. И Ты взошел на самую высокую вершину мира. Холгофу, и Ты наш грех пригвоздил ко Кресту. Господи, мы тяжело Тебе достались. Это праздник со слезами на глазах. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты это сделал ради нас. Как Ты любишь нас. Ты Сына Своего не пощадил. Как Тебя, Господи, не веровать? Как Тебя не любить? Как не идти за Тобою, Господь? Ты воскрес из мертвых. Ты победил смерть, ад и грех. И эту победу даришь и посвящаешь нам. Благодарение Господу, даровавшему нам победу. Господом нашим, Иисусом Христом, мы принимаем Твою жизнь, Твое воскресение, Твою благодать. Благодарю Тебя за эту поместную церковь Христову. Я благодарю Тебя за их труд. Я благодарю Тебя за их жертвенность. Я благодарю Тебя, что вот эти ручейки благодати, они доходили до наших краев, и мои руки все это держали и раздавали в простоте нуждающимся, Господь. Я благодарю Тебя, что в сложное время войны там на Востоке мы ощутили вот это наше всемирное братство евангельское. Поэтому благослови эту поместную церковь, благослови семьи, души, сердца, которые ревнуют об этом служении, Господь. Мы вместе переживаем всю эту беду, все этот конфликт. Господи, благослови наших здесь, благослови тех, кто в церквах, тех, кто воцерковленных. И особенно благослови, что те, которые ушли из Иерусалима, из церкви, из храма, Господи, их много, их больше, чем в церкви. И, Господи, даруй такое служение для брошенных, для оставленных, для разочаровавшихся, чтобы нашлись те люди, которые бы стали близки к ними. И благодарю Тебя за эти чудесные уроки Твои, Господь. Ты так чуден, Ты так любишь нас, Господь. И нас там на Востоке, в Украине, не остав без милости. Господь, Ты нас сейчас не оставляешь. Но мы уже так устали от этой войны, от этих безобразий, от этих разрух. Если возможно, Господь, помилуй нас. Ты сказал в Своем слове, что ради избранных Ты можешь сократить эти дни. Мы молимся о правителе, о всех, кто вовлечены в решение этого конфликта. Господь, благослови и президента России, и благослови президента Украины, и благослови лидеров других стран, которые вот как-то помогают решить, наконец, этот конфликт. Так хочется уже мира. От Церкви Божией там дай благодати, дай много благодати, силы и мудрости. Быть светом и солью, и в этих тяжелых условиях быть верными в проповеди Ивана, для нашего Господа Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, Церковью Твою за все. Аллилуйя Тебе. Ассанна, Бог наш, Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Братья мои, сестры, наше собрание подходит к заключению. Если Бог позволит, следующее будет уже в четверг, в 7 вечера, на неделе, ну а в следующее воскресенье уже по обычному расписанию, в 10 часов утра и в 6 часов вечера. Сразу по окончании этого собрания те из вас, кто не смогли участвовать по тем или другим причинам, вечери Господней, братья, служители уже готовят там, в братской комнате, для вас стол, для того, чтобы вы могли поучаствовать. Поэтому сразу после заключительной молитвы пройдите, пожалуйста, в братскую комнату, чтобы участвовать в вечере Господней. Сегодня также в 8.45 будет праздничное молодежное общение по случаю крещения в нашей Церкви. Поэтому приглашайтесь, конечно же, все, кто сегодня вступил в завет с Господом через Святое Водное Крещение. Приглашается вся молодежь, а также приглашаются родители тех, кто сегодня принимал крещение. Так что всем добро пожаловать, всем тем, о ком я только что сказал. Затем еще одно напоминание о том, что сегодня последний день, чтобы зарегистрироваться в подростковый лагерь «Скала». Поэтому, пожалуйста, кто еще об этом не принял решение, кто-то еще, может быть, думает. Сегодня последний день для того, чтобы зарегистрироваться в подростковый лагерь «Скала», который будет проходить с 20 по 24 июня. И также еще сегодня можно зарегистрироваться в молодежный лагерь. Правда, уже цена повысилась, цена уже 165 долларов. Поэтому, если кто-то передумал, все еще уже, или хочет еще попасть, еще есть такая возможность, но уже по другой цене. Поэтому, пожалуйста, тоже примите это все к сведениям. Завтра будет изучение Библии по местной церкви, молодежный разбор, полагаю, и в старшей группе будет. Поэтому тоже добро пожаловать всем, кто занимается, кто посещает и кто, возможно, еще хотел бы, как для молодежи, так и в старшей группе. Пожалуйста, все завтра приходите на изучение Слова Божья в группах. Также на утреннем собрании была такая просьба, звучала сестра Мария, писала о своем правнуке, у которого высокое внутричерепное давление, ему 3,5 года, у него косоглазие, сам кушать, ходить не может и так далее. Мы об этом молились уже утром, но несколько сестер ко мне подошло, и они хотели бы подсказать, как-то помочь в этой ситуации. У них уже есть практика, как проходить через подобные болезни. Поэтому, если сестра Мария, та, которая написала эту записку, есть сейчас с нами, то подойдите после окончания собрания сюда ко мне, попытаемся вас состыковать с теми, кто хотел бы вам чем-то помочь в этой ситуации. Также наши братья-служители посещают, как обычно, с вечерей Господней других наших братьев и сестер, кто тоже не может посещать. Но они вместе с нами духом, и Зоя Григорьевна Дергаль, и другие братья и сестры, они все сердечно приветствуют нашу церковь, просит продолжать молиться о них, так что пусть Бог благословит тоже всех их и всех нас. Будем продолжать молиться друг о друге. Также будем молиться о нашем брате Михаиле Павловиче. Получил сообщение во время собрания, что ему уже намного лучше. После инсульта достали тромб из головы. Уже брат может и, в принципе, разговаривать, уже даже вот и покушал пару раз, так что это хороший признак. Поэтому будем молиться о том, чтобы Бог и дальше восстанавливал нашего брата, и чтобы все хорошо было и благополучно в здоровье нашего брата. Благодарить за молитвы, и будем продолжать дальше молиться. Ну и сейчас заканчивая это собрание, мы еще все вместе встанем и помолимся Господу. Отче наш Небесный, мы снова приходим к Тебе в молитвах наших с благодарностью, что Ты Бог наш, что Ты великий, всемогущий, Ты любвеобильный, Ты благословляющий Бог. Ты Бог, который заботишься о своих детях, восполняешь все наши нужды, подавая нам все подребное для жизни и благочестия. Мы сердечно благодарим Тебя и за это собрание, за это время общения вокруг Слова Твоего и сегодня вечером. За то, что Ты через Слово Твое напоминал нам о важности прощения друг друга, о важности, Господи, учиться у Тебя, как Ты просил нас во Христе Иисусе, так и нам прощать других, отпуская все свои обиды, огорчения, Господь, и подражать Тебе во всем, так чтобы не было этого в нашем сердце, какого-то непрощения, какой-то обиды, Господи, сохрани нас от этого. Если у кого-то из нас это есть, помоги нам поскорее избавиться от этого. Господи, также Ты нам напоминал о том, как важно нам бодрствовать, смотреть за своим духовным состоянием, чтобы кто-то из нас не уподобился тем ученикам, которые ушли из Иерусалима в Имаус. Боже, прошу Тебя о том, чтобы никто из нас не ушел на поля маоицкие, на те поля, где нет Тебя, где, Господи, только лишь мирские удовольствия. Боже мой, во свете отслышанного Слова, помоги нам, Боже, еще раз переосмыслить свою жизнь, свое хождение, свое следование за Тобой, прежде всего свои светильники веры поправить с помощью Духа Святого. И потом, как мы сегодня слышали, подумать, как мы можем помочь тем, кто уже по тем или другим причинам ушел в этот мир, остыл, охладел и идет тем путем, который Ты не одобряешь. Возможно, даже еще приходя как-то по привычке, по инерции в Церковь, время от времени, но уже сердцем своим, не с Тобой, уже потерял первую любовь, уже, Господи, остыл, уже, Господи, нарушил свое обещание верности, послушания Тебе, доброй совести. Господи, помилуй и таковых, и в нашем городе, и в других местах. Помоги, Господи, чтобы мы все, наши семьи, полностью были бы Твоим достоянием. Благослови также брата нашего Павла Дмитриевича, Ты слышала его и радости, и переживания, и нужды, как семейные, так церковные, и той местности, где он живет. Господи, прошу Тебя, чтобы Ты восполнил, чтобы отвечал на молитвы дальше, чтобы Ты благословил и брата, и его семью, церковь, служение многогранное, Господь. Укрепи силы духовные, физические, и снабди всем необходимым, духовным, материальным, для дальнейшего плодотворного служения во имя Твое, для Твоей славы, для распространения царства Твоего там, где брат живет и трудится. Господи, мы еще раз благодарим Тебя за вот те новые души, которые сегодня заключали завет с Тобою. Благослови, Господь, всех, благослови, чтобы они могли, вот высоко неся знамя веры, могли бы быть Твоими верными свидетелями в любых обстоятельствах жизни, через все дни и года, если позволишь еще нам жить на земле, чтобы они несли, Господи, вот этот факел веры, знамя для всех еще окружающих людей, кто еще не знает Тебя, и сами, чтобы еще больше возрастали духовно, постоянно, укрепляясь в вере в любви к Тебе, Богу нашему, благослови их всех, и также в молодежное общение сегодня по этому поводу. Благослови, Господь, просим Тебя. Просим Тебя также, чтобы Ты благословил и всех наших братьев и сестер, кто не может посещать уже наши собрания, кого наши братья-служители посещают с вечерей. Господи, благослови Иезу Григорьевну, благослови также Владимира Владимировича, благослови также вот и нашего брата Михаила Павловича, у каждого из них свое состояние физическое и духовное. Господи, укрепляй их силы, также прошу Тебя, чтобы Ты укреплял их и духовные силы, и укреплял их здоровье дальше, поддерживал их, и многие другие. Господь, я не могу всех перечислить, но Ты знаешь всех их, Боже. Прошу Тебя, чтобы Ты благословил каждого брата, сестру, членов нашей церкви, я особо прошу Тебя о том, чтобы все они, если физических сил мало, чтобы духовные не оставляли, наоборот, чтобы они укреплялись. Вот и креплю, веря в любви, в ожидании Тебя, Господь. Благослови и помоги. Благослови, Господи, прошу Тебя. Также и сейчас, когда мы пойдем в дома наши, храни нас и в транспорте. Благослови нас всех и на предстоящую трудовую неделю. Помоги нам, Господи, так жить, чтобы всегда и во всем исполнять Твое слово, чтобы угождать Тебе, чтобы каждый час жизни нашей мы были бы, Господи, готовы встретиться с Тобой, когда бы Ты кого из нас не позвал. Храни нас и благослови, помоги нам в этом. И, Боже, прошу Тебя о том, чтобы Твоя благодеющая, милующая, благословляющая рука всегда была над нами. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим. Аминь.